Состояние мусульманина должно быть таковым, что каждый день, который ты проводишь, ты должен как-то прибавлять, приумножать свои знания, прибавлять своей покорности Аллаху, становиться лучше ежедневно. Не думай, что вот эти все мессенджеры и так далее, то, что там есть знания и так далее. Нет, это лишь тратит твое время. Кроме как, если только ты будешь использовать эти приложения или мессенджеры действительно для того, чтобы заучивать Кур'ан или действительно приумножать свои знания. Допустим, кто-то, кто-то, допустим, живет два года здесь уже. И что ты сделал? Он говорит, я не спрашиваю, чего ты достиг в этой Дуне. Ты не был создан для того, чтобы достиг в Дуне. Что ты за этот период сделал для Ахирата? Изучил арабский язык? Заучил Кур'ан? Размышлял над ним? Делал ли дела в соответствии? Изучил ли сонно? Какие-то матны заучил? Ты сам себя должен рассчитывать, спрашивать. Есть ли у тебя гарантия какая-то, что ты будешь жить еще долго, что доживешь до завтра? Кто-то может сказать, я уже 33 прожил. Это хорошо. Ты мне только ответь, говорит, шейх. Осталось больше или меньше? Меньше? Это точно, говорит, осталось меньше? Так или нет? Значит, ты должен думать о смерти уже. То, что ты покинешь эту землю? Должен понять, брат, то, что эта Дуне, это не то, где ты постоянно пребудешь, вечно будешь здесь. Вот точно так же, как ты считаешь какую-то прибыль в своем бизнесе и так далее, ты точно так же должен считать то, что ты сделал для Ахирата. Самая большая проблема в том, что ты уже себя считаешь героем. Вот это самая великая проблема. А на самом деле ты злалим, несправедливый. По отношению к себе. Би нас в себе. Залим. Залим, залим. Шейх говорит, ну несправедливый же ты, согласись, несправедливый. То есть ты должен это признать, что ты несправедливый. Упущение у тебя много. Упущение, опять же. Грешный. Очень много грехов у нас. Так или нет? Да, как в дуа у нас приходит. У Аллаха нет достойного пола, не кроме тебя. И я был из числа несправедливых. Или как в дуа Абу Бакра, который пророк салям обучился. То есть пророк салям Абу Бакру сказал, говори, о Аллах, воистину я поступил несправедливо. Очень много. Если пророк Абу Бакру это говорит, то ты. Никогда не обольщайся собой, не считай себя героем таким. Что я не являюсь несправедливым. Я не допускаю упущения. Нет, ты всегда должен контролировать себя и обвинять себя. Ты должен видеть свои грехи в виде горы, которая вот-вот на тебя брушится сейчас. Не должно у тебя преобладать ни страх, ни надежда. Ты должен всегда держаться золотой серединой. Сейчас для вас, перед вами, много путей для приобретения знаний. Мы должны помогать в этом друг другу. Вот сегодня мы, говорит, изучили шесть основ. Ты можешь повторять, говорить, какие права снова вспомнить, допустим, хоку, какие были шесть основ и так далее. И вот таким образом продвигаться. То есть за какой-то короткий промежуток времени был взят, разъяснен вкратце матан целый. Ты можешь делать какие-то, то есть, тальхиз книг каких-то. Кто-то говорит, я могу переводить. А я могу звуковые записи записывать. Я могу распространять все это второй сказатель. Так что я говорю, почему же тогда мы не поможем друг другу в этом? А мы, говорит, чем занимаемся? В этих мессенджерах распространяем то, что, возможно, действительно вообще грехом является. Какие-то сомнения или еще что-то. Обязательно что-то должны делать. Вот эти являются правильными делами и вот это является прибыльной торговлей. То есть возьми, брат, и удели в день 10 минут Аллаху, ради Аллаха. Сможешь это сделать? Каждый день 10 минут Аллаху можно уделить? Ай, ням. Вот сделай это. Неужели ты не можешь 24 часа в сутки? Из них 10 минут Аллаху посвятить приобретение знаний. Но это не считается то, что ты в WhatsApp статусе смотришь и говоришь, ооо, я продвинулся в знания. Ай, да. Ай, да. Аллаху. Ай, да. Ай, да. Ай. Продолжение следует...